Время новостей на телеканале ТВ6 в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. Сторонники партии ШОР провели сегодня еще один флешмоб перед Генеральной прокуратурой. Во время манифестации полиция демонтировала часть установленных в этом месте палаток. Один из протестующих был задержан. Правоохранители объяснили свои действия тем, что участники акции якобы намеревались дестабилизировать обстановку и умышленно перекрыть вход в здание Генеральной прокуратуры. По сообщению полиции, это уже четвертый случай вмешательства правоохранительных органов по отношению к участникам манифестации против действующей власти. Со своей стороны, организаторы акции заявляют, что граждане протестовали мирно, а полиция без объяснения причин убрала палатки и погрузила их в машины. Остается, что в среду вечером были изъяты 50 палаток, занятых людьми, которые отошли за едой. В политформировании назвали эти действия незаконными. Напомним, в минувшее воскресенье перед Генеральной прокуратурой, по сообщению партии ШОР, было установлено более 300 палаток. В течение этой недели полиция несколько дней подряд убирала их, объясняя это определенными нарушениями. Со своей стороны, лидеры протеста заявили, что обвинения правоохранительных органов безосновательны. Сотрудниками полиции и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам выявлена преступная группа, занимавшаяся незаконной перевозкой граждан из Украины в Молдову с целью их дальнейшей отправки в Евросоюз. По данным следствия, подозреваемые действовали на севере страны и за свои услуги брали от 4 тысяч до 11 тысяч долларов. Среди задержанных сотрудник пограничной полиции. По сведениям полиции, в состав преступной группы, специализировавшиеся на незаконной перевозке украинцев, входили 6 человек, подозреваемым от 32 до 54 лет. Все уроженцы севера страны. Они действовали как в Молдове, так и на территории Украины. В соседней стране находили желающих нелегально выехать в Евросоюз и доставляли их к условленному месту недалеко от Днестра. После этого на лодке в сопровождении одного из членов группы незаконно переправляли через границу по реке. На территории Молдовы мигранты попадали к сообщникам перевозчиков, которые доставляли украинцев в населенные пункты на севере Молдовы, где размещали на неопределенный срок. Далее через сотрудников пограничной полиции в паспорта граждан Украины проставлялся штамп о въезде в Молдову, чтобы избежать препятствий при пересечении границы со странами Евросоюза. В результате обыска у подозреваемых изъяты три автомобиля, предназначенных для перевозки мигрантов. Мобильные телефоны, 12 тысяч евро и пневматический пистолет. Сообщается также, что в числе шести задержанных есть и сотрудник генерального инспектората пограничной полиции. Следственные мероприятия по раскрытию деятельности всех участников преступной группы и привлечению их к уголовной ответственности продолжаются. В психиатрической больнице города Кодру сегодня утром произошел пожар. 62 пациента клиники запарикадировались и подожгли матрасы в знак протеста, сообщают правоохранительные органы. По данным генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло около четырех утра. На место происшествия прибыли семь пожарных расчетов, полиция, а также бойцы спецподразделения «Фулджер». Сотрудниками ГИЧС было установлено, что возгорание произошло в палате на втором этаже больницы. Помощь спасателей в ликвидации последствий пожара первоначально потребовалась снаружи здания при взаимодействии с правоохранительными органами, а затем пожарные продолжили ликвидацию огня внутри помещения. Кроме того, спасатели обеспечили противопожарную безопасность и необходимую поддержку. ГИЧС отмечает, что возгорание было полностью ликвидировано около 8.00, обошлось без жертв. Полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего пожара. Мы позвонили по номерам, указанным на сайте психиатрической больницы для получения комментария, но никто не ответил на наши звонки. На письменный запрос нашего телеканала отправленный по электронному адресу учреждения ответа, пока мы не получили. Мы также пытались узнать, известно ли об этом случае в Министерстве здравоохранения, какие условия в Баркаде, в больнице и что могло побудить пациентов прибегнуть к такому шагу, но пресс-секретарь ведомства Елена Мудрый попросила направить им официальный запрос, на который нам также пока не ответили. Ночная авария в центре столицы. 21-летний водитель доставлен в больницу для оказания медицинской помощи после того, как его автомобиль столкнулся с машиной, которой управлял 20-летний молодой человек. ДТП произошло после полуночи на улице Национального Возрождения. На фото, опубликованных интернет-пользователями в социальных сетях, видно, что после столкновения одна из машин вылетела на бордюр, получив серьезные повреждения. В полиции нашему телеканалу сообщили, что виновник ДТП пока не установлен. Какое ему грозит наказание, еще неизвестно. Проводится расследование. Террасполь готов к диалогу с Кишиневым по вопросам, связанным с энергетическим кризисом. Об этом вчера заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью телеканалу Первый Приднестровский. Конечно, мы будем готовы провести такое общение с Кишиневым, но будем обсуждать и другие вопросы, которые интересуют жителей Приднестровья. Это вопросы импорта лекарств, продуктов питания. В то же время Игнатьев заявил, что рекомендует молдавской стороне провести прямые переговоры с Россией по проблеме энергетического кризиса. В среду Кишинев запросил Террасполь о созыве встречи в формате 1 плюс 1, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической сферой. К дискуссиям приглашены представители профильных структур с обоих берегов Днестра, а также представители посредников и наблюдателей в переговорном формате 5 плюс 2. Города и села Республики Молдова, возможно, на несколько часов будут отключаться от электроснабжения для снижения потребления электричества. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спынов в интервью румынскому информационному агентству Аджерпресс. Он признал, что из-за этого пострадает промышленность страны и простые граждане. Отметив, что данный сценарий был ожидаем, и Молдова к нему готовится. Спыну также сказал, что республика сейчас переживает самый глубокий энергетический кризис с момента обретения независимости. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил агентству Аджерпресс, что если ситуация на энергетическом рынке ухудшится, то целые города и села страны будут на время отключаться от подачи электроэнергии. Мы принимаем во внимание все сценарии, в том числе вариант веерных отключений для сохранения электроэнергетического баланса. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла, как вы отметили, решение о сокращении уличного декоративного рекламного освещения. Не исключена ситуация, при которой будем вынуждены полностью отключать города или села от электроснабжения в определенные часы. Также министр, ссылаясь на срочные контракты с Румынией, которые сейчас покрывают образовавшийся дефицит электроэнергии, сказал, что нет никаких гарантий относительно цены и объемов. К сожалению, нет достаточных мощностей и в Румынии для покрытия всех нужд по фиксированной цене. Исходя из этого, мы готовы закупать и на рынке, но по чрезвычайным контрактам, за гораздо более высокую цену. Андрей Спыну заявил, что в данный момент ведутся переговоры с Министерством энергетики Румынии о поставках электроэнергии в Молдову в ноябре. По его словам, импортируемые из-за прута объема электричества могут быть увеличены в рамках двусторонних соглашений. Думаю, у Молдовы есть уникальный шанс сейчас обрести энергетическую независимость от Газпрома. И опять же, не хочу преувеличивать, но думаю, что у Румынии есть уникальный шанс оказать нам в этом поддержку. Коснулся Спыну и контракта на поставку газа с Газпромом. По словам министра, он может быть расторгнут в любой момент. Хотя Газпром продолжает утверждать, что является надежным партнером, мы видим, что это не так. Уже в октябре, несмотря на то, что мы исполнили все свои обязательства, они сократили объем поставок для нашей страны на 30%. В ноябре, если будут поставлять тот же объем, это будет означать сокращение на 60%. Таким образом, мы понимаем, что уже не можем опираться на контракт, так как они в любой момент могут его расторгнуть. На заседании правительства 26 октября Андрей Спыну заявил, что у него пока нет ответа от Газпрома о поставках газа в ноябре. И что ему не удалось связаться с руководством российского концерна для обсуждения этого вопроса. Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 21 физического и юридического лица, в том числе и из Молдовы, которые предположительно были замешаны в коррупции или их деятельность подрывала верховенство закона. В санкционный список вошли председатель партии Шор и бывший лидер демократической партии Владимир Плохотнюк. После объявления этого решения Илон Шор заявил, что введенные санкции не решают многочисленных проблем, стоящих перед Республикой Молдова, но лично для него являются победой, так как доказывают, что президент Моасанду боится будущих протестов. Представители администрации и главы государства сообщили, что не комментируют высказывания Шора. О принятии Вашингтоном санкционного списка в отношении 21 физического и юридического лица, в том числе из Республики Молдова объявил в среду на брифинге посол США в нашей стране. По его словам, введенные санкции предусматривают запрет для фигурантов на въезд в США и замораживание их активов в Соединенных Штатах. Также санкции запрещают им совершать транзакции на территории США или с американскими гражданами. Президент Моасанду приветствовала это решение Вашингтона. Она написала, что благодарит всех, кто внес свой вклад в санкционирование коррупции. Надеюсь, что выводы Управления контроля за иностранными активами Минфина США и действия американского правительства послужат примером для молдавской юстиции, которая саботировала и препятствовала уголовному преследованию, рассмотрению дел в суде, привлечению к ответственности за коррупцию и взысканию денег с Плохотнюка, Шора и других коррупционеров, написала глава государства на своей странице в Фейсбук. Министр юстиции Молдовы в ходе пресс-конференции заявил, что включение партии Шор в американский санкционный список может ускорить объявление этой парламентской партии вне закона. Политическая партия может быть ликвидирована в случае, если в уголовном процессе, по результатам которого вынесен обвинительный приговор, доказано незаконное финансирование этой партии. Думая, после этого решения мы можем дополнительно обсудить эту идею. Председатель партии Шор Илон Шор заявил, что его никак не затрагивают введенные санкции. Введение на меня санкций решило все проблемы. Теперь у нас за окном всегда будет свет. У нас киловатт будет стоить меньше лея. Куб газа будет стоить вообще 30 копеек. У нас больше нет проблем с безработицей, с экономикой. Пенсии достигли 2000 евро. Дорогие друзья, если серьезно, введение против меня санкций это большая победа. Это победа потому, что Майя реально сильно испугалась. Испугалась протестов, понимая, что ее дни и часы сочтены. Ей конец. Мы попытались получить комментарий на это заявление в администрации президента. Представители аппарата главы государства заявили нам, что не комментируют слова Илона Шора. Между тем, Илон Шор также обвинил посла США в Молдове во вмешательстве во внутренние дела страны. Сегодняшнее ваше выступление мы расцениваем никак иначе, как влезание во внутренние дела Республики Молдова. Чего, насколько я знаю, вы, как глава депмиссии, не имеете права делать. Поэтому очень вас просим, будьте хорошим гостем, не лезьте в холодильник хозяевам. Господин посол, при всем уже не к вам, но мне ваши санкции, честно вам скажу, абсолютно неинтересны. Мне не смешны. Я последний раз был в Америке, мне было лет 7 или 8. У меня нет имущества в США. У меня счетов нету, наконец-то, в США. Пресс-секретарь посольства США Каролина Истрати не ответила ни на звонки, ни на наши сообщения, отправленные с просьбой прокомментировать заявление Илона Шора. Кроме невод, в санкционный список Вашингтона также попал бывший лидер демократической партии Владимир Плохотнюк. Однако он пока никак не прокомментировал введенные санкции. Также под американские санкции попала жена Илона Шора, заслуженная артистка России, певица Жасмин. В своем телеграм-аккаунте она написала, что санкции это как знак качества, сертификат породы или шеврон элитного отряда. Я и мой муж Илон Шор были включены в санкционный список США. Ура! Это значит, что мы все делаем правильно. Это значит, что мы на стороне света, а не тьмы. Это, наконец, значит, что мы в отличной компании. Вокруг исключительно достойные люди, которые умеют держать слово, не сдают своих и понимают, где правда. Лучшие награды, чем бессильная злоба врага, сложно ожидать. Спасибо, Америка! Говорится в ее сообщении. Помимо Владимира Плохотнюка, Илона Шора и его супруги, в санкционный список США были включены ряд российских граждан и организаций. Введенные санкции включают в себя запрет на въезд в Соединенные Штаты, в том числе как иммигрантам. Замораживание активов, запрет на совершение транзакций на территории США и с американскими гражданами. Кроме этого, введенные санкции запрещают продажу товаров, оказание услуг и передачу денег из каких-либо фондов. Судебное заседание по делу «Энергоком», в котором бывшего президента Игоря Додона обвиняют в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, вновь перенесено. На этот раз, на 5 декабря. Такое решение принято в связи с тем, что адвокаты Додона запросили дополнительное время, чтобы проанализировать материалы дела после того, как прокурорами были представлены дополнительные аргументы в поддержку предъявленных обвинений. Напомним, перенесены были и первые три судебных заседания по этому делу. Бывшего главу государства обвиняют в том, что в 2008 году, когда он возглавлял Министерство экономики, Додон участвовал в незаконной схеме, в результате которой государству был нанесен ущерб в размере около 124 миллионов леев. Как утверждают в прокуратуре, Додон подписал распоряжение, на основании которого был подписан контракт на закупку электроэнергии, несмотря на то, что к тому времени компания «Энергоком» уже заключила два договора о поставках по цене на 29% ниже. Сам Додон настаивает на своей невиновности. Десятки граждан провели сегодня флешмоб с задней стороны здания парламента, где проходят депутаты, собираясь на пленарное заседание. Манифестанты сформировали символический коридор позора для народных избранников от партии действия и солидарность, которых обвинили в ухудшении условий жизни в стране и потребовали отставки власти ПДС. Участники протеста держали в руках плакаты с фотографиями, демонстрирующими вмешательство сил правопорядка в проведение манифестации. Ни один из проходивших мимо депутатов от ПДС не остановился, чтобы поговорить с протестующими. За реакцией по этому поводу мы обратились к пресс-секретарю парламентской фракции ПДС Адриане Влас и пресс-секретарю премьер-министра Анастасии Табурчану. Ни одна из них не ответила на наши звонки и сообщения. Глава управления информацией и связям со СМИ в администрации президента Ирина Гатишан написала нам в сообщении, что в ведомстве президента не комментируют акцию протеста. Подробнее о сегодняшнем флешмобе мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. ПОЗОР! 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 Они довели нас до нищеты. Я как жут на 2300 лет пенсию платить и коммунальные и все. Как так можно? Пришли за то, чтобы подешевел ГАШ, чтобы нам лучше стало жить, как мы раньше немножко. Для того и пришли. Элементарно даже учебное заведение закроют, потому что нету электричества. Но это типа дорого, им говорят, и поэтому онлайн-обучение. Это не обучение. Вам уже, наверное, нам уже всем доказал прошлый год, ковидные года. Тоже одна из причин, что это Европа, это есть просвещенная Европа, так жить. Сейчас ПИД объявляют об экономии. Мы ничего не говорим, что мы не должны экономить. Да мы и так экономили всю жизнь. Мы и так экономим. Все, кто от ПАС взяли власть в руки, взяли ее не для того, чтобы улучшить вам жизнь, а взяли для того, чтобы забить себе карманы, для того, чтобы закрыть стыню уходным, для того, чтобы разогнать тех, кто хочет выражать свое мнение. На этом все. К этому часу в студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 20.45. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова